Ну и в завершении выпуска приятная новость. В Алматы буквально полчаса назад зажгли новогоднюю ёлку. Главная хвойная красавица засверкала огнями на площади Абая перед дворцом республики. За сказочным действом наблюдали жители и гости города. На месте сейчас находится и наш корреспондент Аида Иманали. Она выходит на прямую связь. Аида, ну делись впечатлениями, зажглись огни. Коллеги, да так, что передали дух приближающимся Нового года. Сейчас на площади Абая повсюду световые декоративные конструкции. Километры сияющих гирлянд, более 60 искусственных елей, навеска световых иллюминаций. Поистине сказочная атмосфера, в которую может окунуться любой желающий. Ну и главным символом всей этой красоты, конечно же, стала ёлка. Высота зелёной красавицы 20 метров. А количество ярких огней на ней невозможно сосчитать. Как и собравшихся гостей, которые своими композициями развлекают звёзды казахстанской эстрады. Среди них вы увидели Розу Рымбаеву, Мадину Садвакасову, а также группы ЖКТР, Кешью, Ринго и не только. А какие ещё намечаются в городе мероприятия до конца этого года, подробнее об этом расскажет руководитель управления культуры города Ганима Илыбаев. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Всех с наступающим праздником. Во-первых, хочу обрадовать всех, что мы сегодня дали старт на площади Абая. Начали сегодняшние мероприятия. Завтра такая же мероприятия будет проводиться на площади Астана, где напротив КБТУ. Если вы заметили, второй год подряд алматинцев мы радуем с новогодним фестивалем. Десять дней будет проводиться на основных точках, в остальных районах. То есть мы в этом году охватим все районы мегаполиса, чтобы дать шаговую доступность на культурные мероприятия всем нашим гаражам. То есть не только в центре будут эти фестивали, они будут и в Новосибайском районе, и в Волотаусском, также и в Вовозовском, в Бос-Андексском и в Житцузском. Во всех районах, это по отдельному графику, каждый день будут проводиться концерты. Не только фестиваль охватит концертами звезды нашего эстрады, также там будут разные флешмобы, семейные игры, конкурсы, выставки, фотосессии. Вот все, что нужно для новогоднего настроения, мы постараемся организовать это все во благо наших граждан. Спасибо. Еще раз праздник. Спасибо вам за такой ясный ответ. Ну, особую праздничную атмосферу дарит и погода. На площадь невозможно протолкнуться, посмотреть на то, как зажглась новогодняя красавица. Прежде чем множество детей и взрослых, эмоции от увиденного и услышанного у людей просто зашкаливают. Всем известные фразы «Елочка горит», «Дед Мороз», «Красный нос» и «С Новым годом» слышны со всех сторон. Ну, а какое новогоднее настроение у алматинцев, давайте узнаем прямо сейчас. Здравствуйте. Какое у вас новогоднее настроение? Здравствуйте. Меня зовут Роза. И у меня прекрасное новогоднее настроение. Я приехала с мамой посмотреть, как зажигают елку. И я была удивлена. Было очень празднично, атмосферно, все красиво. Приезжали все певцы, певицы. Мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо вам большое. Также получается у нас еще и второй гость. Да, пожалуйста. Какое у вас праздничное настроение? Здравствуйте. Меня зовут Камила. Отличное настроение. Очень красиво все украшено. Всех с наступающим Новым годом. Спасибо вам большое. С сегодняшнего дня в Алматы стартуют новогодние мероприятия. Это праздничные концерты, народные гуляния, утренники и не только. Поэтому жителям и гостям города будет куда сходить и приятно провести время. Пользуясь случаем, я поздравляю всех с наступающим 2024 годом. Пойду петь, танцевать и фоткаться. Коллеги. Хорошего тебе вечера. Спасибо. Аида и Монали о церемонии зажжения главной новогодней елки в Алматы. Продолжение следует.